Всем привет! Добро пожаловать в Ведьмак 3 и дополнение Кровь и Вино. В этом видео мы посмотрим на параметры, характеристики, а также необходимые предметы для крафта сета Гроссмейстерской школы Мантикоры. В Ведьмачьей древности так называется задание Гроссмейстерской доспехи школы Мантикоры. Напомню, начинается это все задание с кузнеца Гроссмейстера. Вот здесь он находится, в самом большом городе, в южной его части. Вот тут вот, поговорить с ним, он дает, собственно, это задание. Ну что ж, побежали. Ну что ж, прибыл на первое место, мы можем выполнить еще одно, скажем так, попутное задание. Вот здесь вот лежит трупик, забираем с него дневник и старый ключ. Можем прочитать этот дневник. Выходим. Отлично. И теперь нам нужно вернуться к сундуку. Так, сундук находился где-то здесь. Вот здесь вот он. Открываем сундук. Мы находим какую-то рекомендацию. Чертеж доспехи Боклерского капитана гвардии. Штаны. Всякая тут фигня. И немножко монет. Так, а также где можно найти рецепт черная краска для доспехов. Забираем ее. Но это не основное. Наша главная задача находится вот там вот. Ну, можно либо обойти это вот стороной. Здесь вот залезть. Теперь вот сюда. Эй, видмак. Да что ж ты делаешь? Да залезь туда. Не хочет. Ну, вот. Так. Теперь по вот этому вот балкончику пройтись вот сюда. Заходим. Смотрим здесь снова какой-то трупик. И находим чертеж стальной меч школы Монтикоры. А также еще одну подсказку. Читаем этот вот дневник кузника. Судя по дневнику, едва выйдя из тюрьмы, Мертен отправился в легендарную пещеру. Где вроде как обитал пророк Мертен. Туда и отправимся. Туда и отправимся. Ну вот. Прибыл на второе место по подсказке. Пещера, которую упоминал Мертен. Надо бы тут осмотреться. Давайте здесь осмотримся. Заходим внутрь. Подходим к стене. Здесь отсюда карточки с молитвами. Может, Мертен тоже такую оставил? И берем молитву. Читаем. Есть. Мертен написал молитву на обороте чертежа. Видимо, освободившись из тюрьмы, он зашел сюда. Потом отправился в святилище. И получаем чертеж школы Монтикора. И далее нам подсказку дает, что очень далеко придется бежать. Ну что ж, прибыл на очередное место. Мы можем также выполнить еще одно такое небольшое задание. Здесь находится скелет великого нищего. Забираем его. А вот здесь... В шкатулке. Отлично. Забираем дневник великого нищего. А также чертеж штаны и сапоги школы Монтикора. Прочитаем дневник. Отлично. В пещеру с тайной часовней. Ну а, собственно... Останки мы пойдем сюда. И отправляемся на следующее место. Итак, прибыл на очередное место по подсказке. Здесь нас ожидает очень такое интересное и мистическое, я бы сказал, место. Мы заходим в эту вот пещеру. Проплываем чуть-чуть дальше. Кстати, в этой пещере рекомендую обращать внимание на вот такие вот, как бы, залежи. Да, руды. С них мы можем собирать очень полезные материалы. Золото и остальное. Здесь у нас Геральт прокашляется. И далее входим в туман. Здесь будете сражаться с галлюцинациями. Проходим еще вперед. Теперь сюда. Здесь будут несколько нищих. Вы можете дать им, ну, как бы, подаяние, да, то есть, какие-то пару монет. Здесь все это галлюцинация. Как ни странно. Такой фиолетовый туман. Зайдя в этот зал, здесь будет оружие. Если вы попытаетесь его взять, то появится один огромный такой солдат. А в этой стороне будет какой-то горожанин, которого окружили пауки. Вот. Если вы попытаетесь взять оружие, то горожанин погибнет. Если же нет, то вы можете его спасти. Выбор здесь за каждым. Здесь при помощи знака мы... Ой, не тот. Так, арт мне, пожалуйста. Вот. Разбиваем стену. Отлично. Здесь вот так же вот забираем, значит, руду неочищенную. Иди сюда. Да, чтоб тебя. Вот. Неочищенная медная руда. Заходим наверх. Таинственный человек. Этот человек очень похож на лебеду. Поклонился. И еще. Надеюсь, так и останется. Отлично. И забираем записку и чертеж серебряный меч. Прочитаем, давайте, записку. Отлично. И эта записка дает нам последнее место нахождения чертежа. Это реликвия. Вот и все. Отправляемся на новое место. Вот мы и на озере. На последнем месте, где мы найдем последний чертеж. Здесь будет довольно интересная потасовка, после которой ведьмак здесь произнесет забавную фразу. Ну что ж, мы ныряем в воду. Так, и нам необходимо найти вот какой-то мешок. Последнее письмо и чертеж перчаток школы Монтикора. Кстати, здесь можете еще поплавать. Здесь много достаточно крон, каких-то колец. Все это вам пригодится для того, чтобы продать. И, как говорится, ах, да. И здесь еще вот сундук, в котором можно найти турнирные перчатки тусенского рыцаря. Магический предмет. Вот так вот. Ну а сами характеристики посмотрим дальше. Ну что ж, давайте теперь посмотрим на характеристики предметов школы Монтикора, а также на необходимые предметы для их создания. Называются они просто здесь школа Монтикоры. То есть без добавки вот этой вставки гроссмейстерски. Итак, перед вами сапоги школы Монтикоры. Что здесь интересное, то что, когда вы одеваете три предмета, шанс критического удара и критического урона распространяется на бомбы. А если одеваете полный сет, то число заряда у всех алхимических предметов увеличивается на один. Это сапоги. Перед вами вот перчатки. Такс. Школы Монтикоры. Достаточно хорошая броня. Максимальную интоксикацию повышает. Сопротивление колющим ударам. Сопротивление стихиям критическим два слота имеют. Ну, как, в принципе, и везде. Давайте дальше смотреть. Приветствую. Привет, привет. Ну, давай-ка сделаешь для меня что-нибудь. Выкуешь для меня кое-что? Конечно. Итак. Доспех. Доспех школы Монтикора. Где он тут? Грифона, змеи, кота. Монтикоры. Вот он. Необходимы, значит, вимилитовые пластины. Глаз чудовища, ухо и шкура драконида. Здесь это все можно найти. Крафтится он до 1800. Имеет вот такие вот характеристики. Значит, токсичность. Достаточно сильная броня. Неплохо. Такое ощущение, что его задумывали на дальнейшее улучшение. Либо как доспех школы змеи. Вот. Ну, не знаю. Вот такие здесь параметры у самого доспеха. Как он выглядит, к сожалению, я так не могу отсюда посмотреть. Значит, так. Далее. Инструменты мы закрываем. Перчатки мы смотрели. Сапоги также. Меч. Серебряный. Это мастерский. Это отличный. Это серебряный меч школы Монтикора. Вот такой вот урон. 472, 576. Неплохо. Пробитие доспеха шикарно. Дополнительный он прикрит ударе. Плюс 50%. Ну, не сказать, что супер, но все-таки. Так. Шанс критического удара. Вызвать кровотечение. Дополнительный опыт. Мощь арда. Мощь вызвать отравление. Здесь нету. Так. Ну, понятное дело, здесь три слота, кажется, есть. Так. Вот такой вот серебряный меч. Давайте дальше посмотрим на стальное оружие. Итак, стальное оружие у нас. Меч. Это отличный. Стальной меч школы Монтикора. Вот он. 335, 409. Неплохо. Пробитие доспеха шикарное. Дополнительный он прикрит ударе. Ну, в принципе, вот такие вот параметры. Довольно дешевенький. По крафту. Но вот эти вот компоненты требуют значительного вложения и инвестиций. Это что касается меча. Так. И штаны. Штаны где у нас тут? Штаны у нас. Штаны. Школы Медведя. Школы. Школы Монтикора. Вот. Вот такие вот штаны. Тоже дешевенько крафтятся. Но при этом очень много вот этих вот двимерита здесь практически везде. Обогащенный двимерит. Либо такой вот двимерит. Токсичность. Сопротивление рубящему дрону. Ну и тому подобное. Вот такой вот получился у нас комплект. Школы Монтикора. Бывай. Бывай. Жаль он за этот комплект не берет, не делает, значит, копий чертежей и не выдает какие-то там оружия. Ну что ж, я надеюсь вам это видео поможет разобраться, где что найти и что из себя это представляет. Поскольку здесь очень много требуется материалов, на что их тратить. Будет вам выгодней. А на этом я с вами прощаюсь. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить какие-то другие интересные видео по другим интересным играм. Но перед тем, как закончить, я еще порекомендую вам одно место, где можно найти различные чертежи и рецепты. Всем удачи. Пока-пока. Итак, вот это место. В самом городе. Огромном. Значит, недалеко от дворца и моста. Здесь вот найдите значок вот такого вот ингредиента, да. Здесь обитает парфюмер. Подойдя к нему и поторговал. И снова здравствуйте, мастер. Можно найти вот такие вот замечательные предметы. Итак, что у него есть? Ну, во-первых, это отличное масло против проклятых. И также отличное масло против трупоедов. Возможно, у вас также будут какие-то другие, значит, рецепты. И что здесь добавили? Рецепт трансмутации малого мутагена красный в синий, значит, красный в зеленый, синий в красный. Это все малый синий в зеленый. Малый мутаген зеленый в красный. Малый зеленый в синий. Значит, это обычный уже мутаген. Красный в синий. Обычный красный в зеленый, синий в красный. Ну, в общем, здесь такой вот у него набор. И также большие мутагены. Вот такое вот место, вот такой вот мастер. Кстати, у него также есть еще и очень много банок. Эликсир очищения и отварное зелье. Что ж, надеюсь, вам это место поможет дальше проходить более комфортно эту игру.